Очень вкусный и ароматный пирог. Воздушный, нежный, с хрустящей корочкой. Готовить можно как со свежими персиками, так и с консервированными. С консервированными процесс приготовления проще, но со свежими он, конечно, в 100 крат вкуснее и душистее. Пирог готовится в 3 этапа и ингредиенты я разделила тоже по этапам. Начнем с персиковой начинки. Нам потребуются персики, сахар и лимонный сок. Персики нужно очистить от кожицы. Для этого кладем их в миску и заливаем кипятком из чайника. Оставляем на 10 минут. Затем вынимаем шумовкой на полотенце. Чуть-чуть остужаем, чтобы можно было взять в руки. Кожица с них легко сходит. Дальше вырезаем косточку. Мякоть нарезаем крупными кусочками. Кладем в сотейник. Наливаем лимонный сок. Насыпаем сахар. Ставим на плиту. Варим на умеренном огне 20 минут. Когда персики сварятся, снимаем их с плиты и оставляем в сторону остывать. Тем временем перейдем к творожной части начинки. Нам потребуется творог, сахар и яйцо. Творог измельчаем в блендере, чтобы он стал более однородным. Кладем в чашу миксера творог. Разбиваем яйцо. Насыпаем сахар. Взбиваем. Мы получим однородный густой творожный крем. Для теста нам потребуется сливочное масло, сахар, яйца, мука, соль и разрыхлитель. Сначала миксером разбиваем мягкое масло. Насыпаем сахар. Разбиваем яйца по одному, продолжая смешивать. Постепенно подсыпаем муку, смешанную с солью и разрыхлителем. Муки может потребоваться больше или меньше. Идеальное тесто получится жидким, но тягучим. Взять его руками невозможно. В форму смазываем кусочком масла. Выкладываем две трети части теста. Разравниваем. По поверхности распределяем всю творожную смесь. Персики выкладываем шумовкой. Чтобы не набрать сироп, кладем сверху на творожную начинку. А сироп можно оставить для подачи. Завершаем пирог оставшимся тестом. Не обязательно распределять его равномерным слоем. Выложим на поверхность произвольные плюхи. А затем растянем их, помогая себе руками. Ставим пирог в нагретую до 175 градусов духовку. Время выпекания зависит от размера формы и особенностей духовки. Чтобы верх не горел, можно прикрыть фольгой. У меня пирог пекся 1 час. Достаем, охлаждаем немного в форме. Затем вынимаем и полностью остужаем. Остывший посыпаем сахарной пудрой. Пирог вкуснее холодный. Поэтому наберитесь терпения. Он того стоит. У пирога хрустящий верх, нежная начинка, пышное основание. Как же это вкусно! Приятного Вам аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok